только что ко мне в голову пришла отличная идея как можно развести огонь без спичек и зажигалки сколько я не менял угол наклона и расстояние до объекта мне так и не удалось сфокусировать лучи солнца так чтобы хотя бы пошел дымок на кусочки древесины я уже начал экспериментировать на собственной руке чтобы по температуре по своим ощущениям определить оптимальный угол и расстояние до фокуса но руку удержать невозможно дымок из деревяшки так и не идет еще и солнце постоянно заходит за тучку а место где расположена кострище немного выше поэтому вода не собирается но буквально на грани почва очень влажная надеюсь удастся там разжечь костер осталось только придумать как дальше я пробовал уменьшать количество воды для того чтобы изменять форму линзы и ее толщину но мне показалось что стало еще хуже расстояние до фокуса стало намного дальше а температура намного меньше все что мне удалось добиться от линзы из пластиковой бутылки это небольшое отверстие пропаленное в этикетке от бутылки а на дереве или на коре не было даже намека на дым не знаю почему так получилось скорее всего это из-за таких ребер на бутылке вариант разведения огня с помощью линзы из пластиковой бутылки провалился поэтому приступаю к плану b вариант из батарейки а точнее это литий-ионный аккумулятор надеюсь этот способ окажется безопасным потому что в интернете я видел множество видео там где подобные аккумуляторы сама возгорались да еще и не слабо взрывались а теперь из кусочка фольги я вырежу тоненькую полоску длиной немного больше чем аккумулятор чтобы можно было обхватить его контакты и посредине этой полоски сделаю утоньшение и по идее при коротком замыкании должно перегореть в тонком месте и в этот момент нужно зажечь тот материал который мы собираемся поджигать в моем случае это будет ватные диски с помощью которых я фильтрую воду вот они опять пригодятся ну вот что у меня получилось очень надеюсь что это сработает иначе придется прибегать к третьему варианту разводить как индейцы с помощью трения с помощью палочки а я помню что в детстве у меня это не очень получалось ну вот все готово ватный диск полоска из фольги подготовил мелкие веточки для розжига я думаю если не было бы ватного диска то можно было использовать вот такую вот кисточку от камыша думаю тоже должно легко воспламеняться но я не буду рисковать воспользуюсь ватным диском думаю что он намного легче воспламениться что все готово приступаем перегорела но ничего не загорелась не очень буду пробовать еще ну что дубль 2 вырезал немного толще полосочку очень надеюсь что все получится комары издеваются у него есть огонь Давай-давай Класс Тихо-тихо Снова неудачно, почти все получилось, но не удалось раздуть Немного влажные веточки Сейчас попробую еще раз Ну что, дубль три Надеюсь, последний Я уже подготовился, побольше положил этих кисточек Камыша Снова перегорело Как оказалось, с помощью ножа полосочку вырезать намного быстрее, проще Получилось очень аккуратно И думаю, что сейчас все сработает Есть Поехали 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 С четвертой или пятой попытки все получилось Главное, что я уже приобрел навык Ножом очень хорошо вырезать ровненькую полосочку И Главное, что В отличии от линзы Из бутылки Это можно зажечь и в пасмурную погоду Поехали 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 Тем пополам доварил прикормку Все дрова сырые Приходилось постоянно быть у костра Подкладывать мелкие веточки И раздувать Размахивать крышкой от контейнера Вроде сварилась Сейчас остывает Хорошенько закормлю на вечер Не знаю, успею или посидеть на вечерней зорьке Потому что ни палатку не поставил Лагерем практически не занимался Ну а без прикормки Рыбка пока клевать не хочет Поймал одного карася И больше ничего Ты опять здесь? Кого ты тут ищешь? Ух ты, ух ты! А кто это? Полосатый Иди гуляй Я уже с ложечки его кормлю А он не хочет клевать А я чаю Палатку я еще не ставил Потому что на месте моего лагеря Образовалось небольшое болото Здесь очень влажно Из-за того что Уровень реки Несколько поднялся И теперь это Очень долго сохнет Солнце конечно вышло Это хорошо Я надеюсь что Хотя бы немного просохнет Но пока очень мокро Грунт понемногу подсыхает на солнце Но проблема в другом Уровень воды в речке поднялся настолько Что если копнуть Хотя бы 15 сантиметров Почва уже будет очень влажная И будет постепенно скапливаться вода Уже вечер Пора ставить палатку А болото все еще не высохло Даже Как мне кажется Становится еще хуже Я разрезал большой мусорный пакет И подстелил длину Хотя бы на одну сторону Там где я буду спать Смотрите Смотрите Разложил коврик И вот что я обнаружил В нем Чего это гнездо интересно Вроде там уже никого нет Я установил палатку И теперь немного посижу на берегу Рыбка особо не клюет Ни большая Ни маленькая Но пока солнце не село Побуду здесь Спать очень хочется Но говорят что Нельзя Ложиться спать До захода солнца Иначе Будет плохое самочувствие Утром Я спал этой ночью Наверное Пару часов Есть такая особенность Когда я собираюсь куда-то Будь то Поход, рыбалка Командировка Куда угодно Категорически не могу заснуть Практически всю ночь не сплю Не знаю почему так Солнце уже почти село Сейчас высыплю остатки прикормки И буду перемещаться в палатку Дальняк оставлю на ночь Там стоят две горошины на крючке Даже если будет звенеть ночью Буду бежать с фонариком И вытягивать Лишь бы клюнул Сазанчик Ну что я устроился На всякий случай Всю аппаратуру Положил в бокс Если вдруг Ночью прибудет вода Пока очень жарко Не сыро Я думаю Вот этот материал В палатке Хорошо справляется Не пропускает влагу А я буду с вами прощаться до утра Меня ожидает еще Ночь в лесу А для вас утро наступит Через несколько секунд Доброе утро Я удачно переночевал Меня не затопило Я не замерз Сейчас пытаюсь Заставить себя вылезти из спальника Солнце уже встало Думаю Сейчас будет тепло Полежу еще немножко Я буду вылазить Так Я буду вылазить Я замешал прикормку Получилось Почти полное ведро Вот такой Вкуснятины Дальние забросы Я хотел забросить Выше по течению Но сейчас Вода в реке поднялась Еще больше И туда очень сложно Подойти Вот там у меня стоял Колодец Можно было спокойно Проходить Здесь была тропинка Теперь же все Залито водой Поэтому я забросил Все свои снасти В одном этом небольшом Окошке Понимаю Что при поклевке Крупной рыбы Большие шансы Спутать все удочки Но иду Так сказать Вабанг Ради хотя бы Одной поклевки сазана Я принес с собой Новый аксессуар Это вот такая Селфи палка Для подводной Видеокамеры Сделана из Шестиметровой Старой удочки Первые колена Тонкие Я убрал И закрепил камеру На штатное крепление На вот эти Ножки Она станет на дно Но Надеюсь Что все получится Эта И Слышим Эта И Эта 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 Продолжение следует... Такая конструкция для подводной видеокамеры намного удобней. Очень быстро набирает воду и опускается. Легко транспортировать. И в том числе длиннее, чем предыдущая. Камера под водой, скорее всего, уже разрядилась. Поэтому сейчас достану и посмотрю, есть ли там кто-то или нет. Ку-ку-ку-ку. Я выборочно просмотрел видео на подводной камере. На таком маленьком экранчике, конечно, сложно внимательно все рассмотреть. Но, в принципе, как я понял, Сазана там нет. Подводная камера уже зарядилась. Сейчас буду делать второе погружение. Ну и хорошенько закормлю. Погодка наладилась. Стало жарко. Решил немного позагорать. Шарики с прикормкой делаю очень плотными. Чтобы мелкая рыбка быстро их не разбивала. И был шанс, что более крупная рыба учует запах ниже по течению. И подойдет на мою прикормку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока подводная камера снимает, я решил отойти, чтобы не пугать рыбу. И приготовить очередную порцию прикормки. Сегодня я решил попробовать третий способ, который теоретически я знаю. Даже когда-то пробовал развести огонь в детстве таким образом, но у меня не получилось. Посмотрим, получится ли сейчас. Это способ добычи огня путем трения. Я вырезал несколько деревянных 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 длиной сантиметров 85 сделал вот такие насечки чтобы привязать веревку веревку сильно натягивать не нужно для того чтобы можно было завести в нее карандаш который будет вращаться с помощью лука карандаш заострен с двух сторон для того чтобы он не соскальзывал с палки в которой будет вращаться здесь сделано небольшое углубление и вот такая прорезь из нее должна будет высыпаться древесная пыль мелкая стружка которая по идее от трения должна начать тлеть потом ее нужно будет раздуть и положить в костер также я приготовил мелкие ветки и кисточки от камыша чтобы быстро можно было раздуть уголек так 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 Продолжение следует... 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 Но этим тоже вполне можно поужинать. Сейчас помою картошку, заверну ее в фольгу и запеку на углях. Я специально развел такой большой костер, чтобы было побольше углей. Картошка тоже завернута. Осталось дождаться пока прогорят дрова. Продолжение следует... Плывет и не обращают внимания. Куда плывем? На дачу? Вот тут он обычно ныряет под деревом. Пошел горох с кукурузой лопать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И соответственно и здесь везде почта становится более мокрой... И в костре вот такая вот каша, все мокрое, хотя третий день солнце, жарко, дождей не было... И очень плохо разводить огонь, можно сказать в болоте прямо... С утра проверил с Настей, по-прежнему никаких признаков сазана нет, но на поплавок неплохо половил карася, поймал приличное такое количество за короткий промежуток времени... Ух ты! Вот гад сбежал, так тяжело сопротивлялся... Карасик сегодня с утра порадовал... Клюет очень хорошо и без всякой другой мелочи... Ни красноперка, ни густера, чисто карась идет... Ух ты, ух ты, тихо, тихо, тихо... Хорошенький такой, иди сюда... Вот такой вот карасямба... Ну этот вообще уже такой приятный... Один за одним, класс... Ух ты, ух ты, еще один неплохой такой совсем... Красавчик... У карасей просто жор... А красноперки где-то спят... Вскоре клев прекратился совсем, причем не клевала ни красноперка, ни какая-то другая мелочь... Наверное, я все-таки уже перекормил рыбу... Корма высыпал такое количество в речку, что можно было выкормить поросенка... Поэтому я урезаю пайку, рыбью пайку... И сварю себе немного перловки... Перловка уже сварилась, и чтобы она не была сильно пресной, я немного обжарю зеленый лук и чеснок... 大 виски... Смотрите продолжение в следующем видео. Что перловка это не самая моя любимая еда, а получилось 10 из 10. Рекомендую. Вкусно. Конечно очень большую роль сыграла приправа, которую я использовал. С этой приправой можно любое блюдо сделать шедевром кулинарии и каких-то ресторанных изысков. Попробуйте догадаться, что это за приправа и напишите в комментариях. Всем приятного аппетита, думал не о силе, почти полная сковородка была, но съел с удовольствием. Еще бы наверное съел. Причем это я не доел, а специально оставил. Подумал, что а вдруг на эту волшебную перловку все-таки клюнет сазан. Сегодня последний вечер, последняя рыбалка. Завтра рано утром мне нужно быть в городе. Поэтому я завтра встаю с рассветом, собираю лагерь и быстро ретируюсь. Ух ты, клюет уже, уже клюет. Ну что, я просидел минут сорок, поймал всего лишь одного карася на червя. На этом рыбалку свою заканчиваю. Признаю свою рыболовную некомпетентность и полная фиаско в ловле сазана. Кстати, я не единожды ловил сазана на подобных микроречках. Причем ловил в количестве, да и в неплохом качестве. Мой рекорд сазан 8,5 килограмм на такой небольшой речушке. Ну а здесь что-то пошло не так. Пока солнце еще не село, я буду собирать удочки, упаковывать рюкзак. Хочу встать завтра пораньше. Ну а сегодня попытаюсь, соответственно, пораньше лечь. Отстань от меня. Иди отсюда. Скоро, иди сейчас дым. В наглый шершень. Так что увидимся утром. Доброе утро, солнце еще не встало, я уже практически упаковался. Осталось положить рыбу. Наловил немного и котам, и на сковородку. Рюкзак упакован. Вот такие вот лужи уже подкрались прямо под палатку. Опять весь влажный. Холодно было. Удочки тоже собраны, все собрано. Сейчас окончательно укладываюсь и выдвигаюсь в обратный путь. Ну все, я уже в пути. С трудом пробрался с вещами через чащу. Что я извлек из этого похода? То, что очень сложно поймать сазана там, где его нет. Ну а если не попробовать, то сто процентов не поймаешь. На этом буду с вами прощаться. Всем желаю мирного неба и добра. До встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok